В Тверской области за прошлый год уничтожено 40 килограммов санкционного сыра и 50 тонн фруктов. Большая часть из них поступает в регионы и стран Евросоюза. Об этом рассказали на пресс-конференции Рослихознадзора. Тему продолжит Наталья Чекет. Сотрудники управления совместно с таможенниками провели около 300 проверок на территории области. Рейды осуществлялись на федеральных трассах. Так, на дороге М9 Балтия состоялось 28 таких проверок, а на внутреннем рынке 265. По их результатам конфискованная продукция изъята и уничтожена. Продукция уничтожена в установленном порядке. В основном это продукция производства Германии, стран Евросоюза. И в основном это сырые масла. Напомним, что с 2015 года действует указ президента Российской Федерации, в рамках которого запрещен импорт большого перечня продовольствия из целого ряда государств, которые ввели экономические санкции против России. В первую очередь это страны ЕС. Еще одной темой пресс-конференции стало вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. Большая их часть находится в собственности граждан. Обычно нарушения приходятся на зарастание земель, что приводит к выбытию этих участков для ведения деятельности. А из-за этого появляется угроза возникновения пожаров. Как рассказывает в Россельхознадзоре, одна из причин неиспользования территории – это нежелание ведения хозяйственной деятельности. Наиболее злостные нарушители, систематически которые не исполняют предписание, могут лишиться земель сельхозназначения. В 2019 году по 124 земельным участкам общей площадью порядка 1500 гектар оформлен добровольный отказ от права собственности на земельные участки. Управлением проводится работа по пресечению оборота некачественной опасной пищевой продукции. Так, недобросовестные производители чаще всего фальсифицируют молочную продукцию. В частности, это обычно масло, творог, сыр. При их исследовании выявляется наличие жиров неживотного происхождения. Большая часть недоброкачественной продукции поступает от Тверской области с других регионов России – Подмосковья, Нижегородской, Брянской, Ростовской областей. Именно на них приходится в большинство случаев выявления подделки. Мы сообщили в территориальное управление тех регионов, где находятся производители фальсификатов. Поскольку наши полномочия не распространяются на территории других субъектов, мы не можем проверить субъект на территории Московской или Нижегородской области. С ними работают Террупры территориального управления Ростовского коснодзора местные. Понятно, что делать это для удешевления продукции, но качество продукции при этом страдает. Знаковым событием 2019 года стало поэтапное внедрение электронной ветеринарной сертификации на готовую продукцию, в том числе молочную. Эта мера стала эффективным регулятором качества и безопасности продукции, в том числе закупаемой для социальных бюджетных учреждений, таких как детские сады, больницы, школы. С помощью специальной программы работники Ростовского коснодзора получили возможным оперативно определять, откуда поступила та или иная продукция, и принимать соответствующие меры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова